В последние десятилетия широко изучается группа веществ, известная под названием антиоксиданты. Их свойства и механизмы действия вызывают интерес физиков, химиков и биологов, а также тех врачей и фармацевтов, которые сталкиваются с ними в своей практике. Астаксантин – сильнейший антиоксидант из группы каротиноидов. На этой презентации мы узнаем, что такое астаксантин, как он работает, как производят астаксантин, рекомендации по применению, исследования по астаксантину. Астаксантин как элитный каротиноид – суперантиоксидант, имеет особенную структуру молекулы. Благодаря этой структуре он обладает более сильными антиоксидантными свойствами и значительно легче проникает в ткани и органы, оказывая свое профилактическое и оздоровительное действие в качестве компонента диетотерапии при различных заболеваниях. Поэтому сейчас мы можем говорить о принципиально новом антиоксиданте, относящемся к элитному классу каротиноидов, который во многом превосходит имеющиеся в нашем распоряжении антиоксиданты. Образно говоря, это антиоксидант 21 века. Чем эффективнее действует антиоксидант, тем шире область его применения. А поскольку астаксантин способен глубоко проникать в органы и ткани, он может оказывать свое оздоровительное действие при многих патологиях. Астаксантин является каротиноидом. Каротиноид – это органический пигмент, который присутствует в хромопластах растений, водорослей, грибов и бактерий и придает им цвет. Астаксантин – чрезвычайно мощный антиоксидант. Наибольшие концентрации в природе содержатся в целебной микроводоросли – гематококус. Лишь в небольших количествах астаксантин встречается в некоторых видах лососевых рыб и ракообразных. Астаксантин – это король семейства каротиноидов. Если сравнить его с бета-каротином, то можно увидеть, что он имеет два дополнительных атома кислорода на каждом из колец, что придает ему глубокий красный цвет. Эти дополнительные функциональные группы увеличивают антиоксидантные свойства астаксантина и придают ему уникальные свойства, не присущие никаким другим каротиноидам. Препарат характеризуется хорошей растворимостью в жирах и низкой молекулярной массой, которые дают ему возможность легко внедряться в клетки организма и сквозь гематоэнцефалический барьер. Благодаря своей уникальной структуре астаксантин защищает мембраны клеток всех органов. В отличие от бета-каротина, витамина С и других антиоксидантов, которые находятся либо внутри, либо снаружи билипидной мембраны, молекулы астаксантина обладают уникальной способностью находиться и внутри, и снаружи билипидной мембраны. Это обеспечивает дополнительную всестороннюю защиту клеток. Таким образом, астаксантин поддерживает функциональность и жизнеспособность клеток, охватывает весь мембранный слой, защищает клетки внутри и снаружи. Астаксантин также обладает способностью стабилизировать клетки, играя роль заклепки между мембранами. Как мы уже знаем, в природе высокие концентрации астаксантина обнаружены у одноклеточных водорослей Hematococcus pluvialis, в которых концентрация астаксантина превышает 7% от общей массы. Производство начинается с культивации зеленых клеток в 20-литровых бутылях. Происходит деление клеток во время поступления питательных веществ. Основную работу выполняют сами водоросли. Сначала зеленую рассаду неделю выдерживают в воде под лампами дневного света, пока биомасса водорослей не увеличится вдвое. Затем их переселяют в более комфортные цистерны с опущенными в воду лампами еще на неделю. Астаксантин образуется в водорослях после того, как их помещают в гигантские емкости объемом 30 000 литров. В бедной питательной веществами воде одноклеточные начинают стремительно краснеть и вырастают до размера лесного ореха. Полностью созревшие клетки содержат 50% липидов и 5% астаксантина. В водорослях астаксантин аккумулируется в липидных визикулах для компенсации дефицита во время внешних стрессовых факторов. Созревший продукт измельчают в мельнице, наполненной стеклянными шариками. Образовавшийся мусс из воды и водорослей достаточно высушить теплым воздухом, чтобы получить концентрированный сухой порошок. В одной капсуле содержится 4 мг астаксантина. Столько содержится его в 1 кг лосося. По способности гасить синглентный кислород астаксантин в 75 раз сильнее альфа-липоевой кислоты, в 550 раз кахетинового зеленого чая и в 800 раз сильнее коэнзима Q10. Свыше 6000 раз витамина С, а также в 550 раз превосходит витамин Е. Прием пищевых добавок с астаксантином улучшает состояние кожи. Пищевые добавки с астаксантином повышают мышечную выносливость. Астаксантин не является допингом. Он натуральный по своей природе. Он рекомендован врачами для регулярного применения членом лыжной сборной Швеции, национальной футбольной команды в Великобритании, триатлонистом США. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok